и так ну чтож ариару мои маленькие любители покушать и безумно сложных и логических съем у микрофона как всегда ваш покажу слугам амору это великолепная игрушечка фактория с модом крастория 2 и space exploration за кадром как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие маломальские какой-то степени изменения для начала из-за того чтобы большое количество времени прошло я достаточно много чего плане технологии изучил и в продолжаю изучать частности я продолжаю изучать ионные двигатели процесс этот идет очень небыстрый из-за того что здесь по-прежнему большое количество терможидкости но она продолжает перерабатываться потихонечку в таких вот количествах и и вроде как все постепенно здесь налаживается возможно обязательно мне потом придется все увеличивать главное то что я здесь провел небольшое исследование для продолжения сборочки как я и говорил я хочу начать изучать другие технологические пакеты чтобы как можно больше по максимуму открывать разных видов улучшений следующий вид того что я хотел бы открывать это биологические исследовательские пакеты и для Для них мне потребуется большое количество новой руды, из которой я буду получать цветущий витамиландж. Делается он, ну, не сказать, чтобы сложно, но терпимо. Схема, которая здесь проведена, достаточно сильно запутанная. Если честно, не особо её понимаю. Но понимаю лишь то, что сегодня именно витамиланджем нам придётся заняться. Я здесь поисследовал. Есть лишь несколько планет с этим ресурсом. И на одной из них я уже высадился. Выбирал я её по нескольким принципам. Во-первых, здесь, соответственно, нужный нам ресурс имеется. А также здесь большое, достаточное количество иммерсита. Пожалуй, это было решающим. Я размечу здесь ещё одно производство. И думаю, пока что с иммерситом я обойдусь именно таким вот способом. Потом обязательно мне придётся, я думаю, в больших количествах его добывать на отдельной планете. Но об этом как-нибудь потом. Как вы можете понимать, я уже туда слетал один раз. Поставил небольшую базу и небольшую добывательную энергию. Мне очень повезло, что здесь имеется, конечно же, вода. Но одной водой ты сыть не будешь. Не обязательно там потребуется поставить нечто подобное. Чтобы я смог на этой планете вырабатывать сам себе электричество посредством термоядерного реактора. Ну а пока я маломальски подготовился. Думаю, таких ресурсов мне пока что хватит очень временно. Но всё же, надеюсь, обойдёмся. И стартуем. Планета Вейлоп находится за поясом астроидов. И достаточно далековато от наивица. Из-за чего относительно остальных, в принципе, всех планет. Потребуется здесь достаточно большое количество топлива для отправления. Я, конечно, не знаю, как много этого топлива потребуется на другие межзвёздные перелёты. Но пока не будем об этом загадывать. Насчёт термоядерного синтеза и всего прочего я, пожалуй, буду разбираться как-нибудь потом. Ну а сейчас первоочерёдная задача это избавиться как можно по максимуму от кусок. Потихонечку я запустил здесь артиллерийское орудие. Я бы в таком формате, что оно по чуть-чуть будет отстреливать ближайший кусок. В плане обороны от них самих у меня здесь придумана давно отработанная схема, что просто размещен ров, который я здесь себе вырыл. Ну и с этой стороны тоже ров будет, но позже. Пока я не вижу здесь, что кусаки могут напасть. Хотя, судя по вот этим вот, они могут меня начать оббегать. Поэтому лучше давайте пойду сейчас этот ров копать, чтобы вдруг меня не смогли обойти. Ну и сейчас, после того, как артиллерия отработает, я начну здесь, конечно же, строить блок схемы. Тем учётом, чтобы начать отрабатывать вот эти вот пласта ядра. И даже, наверное, знаете что? Вот этот первый пласт я здесь как-нибудь себе загробастую вот таким вот образом. Чтобы я мог бы поставить здесь потом глубинный бур. и делать все свои дела. Это просто такая небольшая вставочка части рутины, которая будет обязательной для каждой планеты при зачистке её. Ведь кусаки есть на каждой планете, и зачищать их просто обязательно. Стоять! Как так вышло? Ты откуда здесь вылезла? Моя оборона должна быть безупрежной! Они... Ах вы заразы! Они нашли путь себе для обхода и обегают по нему! Всё, фиг вы, что мне сделаете теперь точно. Ну, кроме вот этих вот, которые продолжают жрать моё оружие. Ну и вот так вот мне долго, монотонно придётся отстреливать всех кусок, пока хватает мне радиуса обстрела моей пушки. Как только его будет не хватать, я продолжу строить эти блок-схемы, которые в обязательном порядке я буду строить. Вот эту блок-схему я переделаю в то, что она будет именно добывочной. Но также в приоритете мне понадобится вот здесь вот ещё одну блок-схему в обязательном порядке разместить, нацеленную на то, чтобы как раз-таки добывать топливо для моих термоядерных реакторов, и чтобы здесь не было проблем с электроэнергией. Ну и вот с момента последнего включения прошло какое-то время. Для начала я немножечко продолжил экспансию на новой планете. Здесь в любом случае мне пригодятся побольше количества вот этих ячеек, где я мог бы строить что-либо. Также в одной из ячеек я уже успел построить гигантское количество заводов электролиза и выкачиваю я отсюда воду для того, чтобы превращать её в тяжёлую воду и при помощи трития, которую я сюда доставляю прямиком с наивиса, произвожу дитерево-тритивые топливные элементы. Не хватает лишь самих густых дитерево-тритивных элементов, которые в принципе нам и не нужны. От них мы избавляемся благодаря двум термоядерным реакторам, которые вот здесь у нас расположены и потихонечку вырабатывают электроэнергию. И их примерная выработка в 2 гигаватта вполне меня устраивает. Хотя, как я посмотрю, ну неплохо было бы ещё парочку разместить, ведь даже в таком варианте у нас какие-то просадки по электричеству имеются. Но это всё связано по большей части с заводами электролиза, которые жрут в общей сложности 1 на 2 гигаватта. Как только я думаю, вся эта тяжёлая вода здесь закончится, с этим проблем абсолютно никаких не будет. Сейчас же я хотел бы продолжить здесь размещение и производство. Я уже тут примерные расчёты провёл. Мне в общей сложности потребуется 6 глубинных буров. Общее потребление у них в принципе достаточно позволяет мне разместить их в такое количество. Из них мы будем добывать непосредственно фрагменты ядра. Их будем перерабатывать здесь вот и получать витамиланж. Также я здесь буду получать фрагменты ядра в большом количестве и камень. Фрагменты ядра придётся мне здесь же и перерабатывать. И получать я буду очень много всего, возможно, полезного, возможно, не нужно. Но, как мне кажется, мне будет лучше от них избавляться здесь. В процессе производства потребуется где-то вот на этом этапе мне такой ингредиент как удобрение. Если посмотреть на рецепт его создания, то можно понять, что оно в принципе может создаваться где угодно. И самое замечательное, что его мы можем доставлять сюда при помощи доставочной космической пушки. Я здесь на Ивисе, во-первых, сделал вот такое небольшое производство вот этого биомассы, которая нужна для удобрения. Всего лишь кислород и попутка. И при помощи биомассы вот здесь вот производится такое небольшое количество удобрения, которое уже готово отсылаться прямиком на эту планету. Ну, а мне ничего другого не остаётся, как сейчас размещать, в принципе, глубинные буры. Здесь тем более, что четыре месторождения уже нами захвачено. Ну, даже практически четыре только здесь наладить поезда. И можно, в принципе, запускать и производство. Ну, вот как-то так система вся и готова. То есть, грубо говоря, пласта ядра весь передравливается. Здесь собирается, здесь сортируется, витамиланж собирается и готов к отправке. Следующую переработку. Ну, а здесь переходит переработка одного из последующих элементов. Это просто фрагментов ядра. Пока что жидкости все я собираю. Я ведь не знаю, какие именно мне пригодятся, какие не пригодятся. Я решил то, что по необходимости все вот эти вот виды сборочных ресурсов я, возможно, здесь сделаю какие-то временные переработки. В плане, ну, может быть, железо и медь я буду передрабливать. Ну, а так, по сути, по большей части у нас есть способы от них избавления. В виде переделки всех этих рут в отсыпку территории. И, накороняк, всю эту отсыпку я могу уничтожать по уже знакомой мне схеме. Ну, уничтожать ее, конечно же, я не спешу, ведь у меня здесь, как ни странно, есть очень большая и лакомая территория, которую я хотел бы захватить себе. Но до этого еще как-то далеко, ведь у меня пока что есть то, где я буду строить. А уже когда это закончится, я буду куда-то дальше перебираться. Сейчас мне предстоит, получается, из самого витамиланжа в измельчителях получать самородок витамиланжа, камень, ненужный мне, и еще большое количество древесины. Так, вот с древесиной это, конечно, проблематично, ведь я не знаю, куда пока что ее девать. Допустим, я могу получать биоотходы, но зачем мне это, я не знаю пока что. Нужно ли мне так сильно это? На крайний случай я смогу это все сжигать безобразие, по аналогии, как я сделал вот в этой схеме. Ведь сюда пока что помещается вся древесина, которая получается при срубании деревьев и при больших моих масштабах строительства. Чтобы просто не захламлялись лишний раз сундуки. Таким образом, потихонечку, мало-помалу, вся древесина сжигается, ну, меня, в принципе, такая скорость более-менее устраивает. Ну и в таком случае давайте вот здесь вот, наверное, сделаем вот этот вот все производство. Около 14 штук измельчителей потребуется на переработку всего этого безобразия. Площадка выглядит таким вот образом. К сожалению, мне не хватило ресурсов для того, чтобы реализовать это в должном масштабе. Глубинных буров я тоже почему-то не захватил с собой, хотя они как бы у меня были в ракете. Возможно, потерялись по дороге. Грубо говоря, здесь стоят обычные измельчители. Все это собирается, сортируется и вот такой вот большой склад нужен для того, чтобы витамиланш весь собирать. Здесь я уже подготовил сборище для удобрений. И останется лишь разместить необходимое количество теплиц для общего количества в виде 36 измельчителей. Ну а теперь схема и с теплицами полностью готова. Разводка подведена и я надеюсь, нигде с конвейерами не накосячил. Сейчас вода сюда начнет подводиться и они должны потихонечку заработать. Вот, вот они и пошли. И цветущий витамиланш начал производиться. По сути, это и была цель этой серии. Именно его я, как правильно понимаю, смогу беспрепятственно отправлять на орбиту. И уже вот здесь вот на орбите я буду создавать рецепт, где я буду в центрах термодинамики производить из цветущего витамиланша и вулканического кирпича вот этот вот создавательный крафт. И здесь у меня получается экстракт витамиланша и пряный витамиланш. И, как я понимаю, эти два компонента, они идут примерно в таком же соотношении, как и уран-235-238. И там придется какую-то схему обогащения а-ля делать. И что-то нужно придумать обязательно сметаном. Из него, я как вижу, много чего создается. Например, какой-то питательный гель, который где-то я могу применять. И, как я понимаю, он обязательно где-то пригодится и уже в каких-то крафтах. То есть метан мне в обязательном порядке нужно и необходимо иметь прямиком уже на орбите. Так что никакого смысла абсолютно здесь его создавать нет. Конечно же, я думал, схема будет гораздо больше. Мне нужно будет за кадром туда слетать еще парочку раз и наладить систему, которая будет отвечать за вот эту часть производства. Ну, хотя бы я сюда и размечители должен как-то подвезти. И останется лишь мне вот здесь вот нормальную пересортировку сделать. Я думаю, то что ресурсов здесь достаточно большое количество остается и нет ни в какой необходимости их как-то здесь складируют. Так что, пожалуй, я сейчас назначу небольшую уничтожительную здесь системку. Конечно же, прямо сейчас я это сделать не могу. Мне потребуются здесь еще центры переработки. В любом случае, я сделаю это за кадром. А все жидкости, которые здесь производятся, ну, пожалуй, тоже придется уничтожать. За ненадобностью они, по сути, здесь и не нужны. Но временным вариантом, конечно же, это не панацея. Чтобы быть уверенным, что это все будет беспрепятственно куда-то уходить, я сделаю здесь просто банально мусорную корзину, в которой это все будет складироваться. Да, там процесс происходит очень медленно. Для ускорения процесса непосредственно нужно, конечно же, этих мусорных корзин гораздо большее количество. Но я думаю, в легком временном варианте одной этой корзины, пожалуй, хватит. На таком прекрасном моменте, пожалуй, мы будем с вами потихонечку прощаться. За кадром мне предстоит много работы. Как минимум, по налаживанию систем с жидкостью, которая у меня там на базе складируется. Ну и отладкой, конечно же, оставшейся системы. Мне нужно сделать здесь, конечно же, отправку всего этого цветущего витаминаланжа ко мне на орбиту. И уже когда все необходимые приготовления будут сделаны, это будет не раньше, чем в следующей серии. Ну, в таком случае, пожалуй, на этом пока что все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. И это великолепная сборочка. Всем удачи, всем пока, пока, пока.